Без живых корней не будет кроны. Группа энтузиастов, объединенных заботой с сохранением уникальных памятников карачаевского средневекового зодчества деревянного, ничуть в этом не сомневаются. Сейчас волонтеры ведут работы по консервации единственно уцелевшей водяной мельницы в Аулихурзок. Первоочередная задача добровольцев на данный момент – притормозить процессы разрушения деревянного древнего сооружения. Эта мера до тех пор, пока не появится средства и возможность для квалифицированных реставрационных работ. Ахмад Халкечев продолжит. Мысль о создании инициативного движения по спасению и сохранению материально-культурного наследия карачаевского народа, как делится идейный вдохновитель и лидер группы энтузиастов Юсуф Ижаев, пришла к нему еще в 2021 году. В силу специфики основной деятельности мне доводится общаться с людьми из самых разных сфер, продолжает он. А является Юсуф экскурсоводом. Как раз года два с небольшим назад сопровождал он гостью из столицы – аспирантку исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Впечатлившись посещением древнеоландских храмов и сторожевой башни Мамьякала, гостья захотела познакомиться и с культурой быта местного населения. Именно ее слова с откровенной долей упрекла и оказали на меня определяющее воздействие, признается Юсуф. Она была шокирована монументальностью построек, из каких они бревен сделаны. Причем, мы же знаем тогда, 150-300 лет назад подъемных кранов не было, техники не было. Она удивилась этим и спросила, кто это все построил. Я сказал – карачаевцы. А кто здесь живет? Я говорю – карачаевцы. И она сказала – если вы видите это, почему вы это не приводите в порядок? Это же памятники архитектуры. В течение полутора лет Юсуф Ижаев занимался поиском единомышленников, кому не безразлична судьба уникального материально-культурного достояния нашего туристического края. Хоть и не сразу, и не в том количестве, но неравнодушные люди нашлись, как и в среде более старшего поколения, так и молодежи. Сложившийся на данный момент костяк группы объединяет великое желание сберечь и передать грядущим поколениям то, что многие века еще должно служить напоминанием об их предках и корнях. Вообще, это сокровище моих предков. Они жили до нас. Это останется после меня, после моего отца и после моих потомков. Если они не будут знать свои корни, они не будут знать, откуда они и кто они. Свою деятельность волонтерское движение начало с масштабного субботника территории самого большого комплекса срубных строений, располагающегося по центральной улице аула Хурзук. Чешские специалисты, прибывшие в нашу республику некоторое время назад по приглашению к УЧГУ имени Умара Алиева, произвели глубокие исследовательские мероприятия. Древние строения Большого Карачая, дома и строго с земляными крышами зарубежные специалисты назвали последними сохранившимися экспонатами во всей Западной Европе. Одна лишь предположительная датировка древних строений, мягко говоря, сильно удивила исследователей. По их мнению, возраст отдельных частей этого ансамбля древнегурской архитектуры может достигать до 500 лет. В качестве волонтеров, добровольцев, в деятельность волонтерского движения активно вовлекаются и молодые историки. Это достояние не только нашей республики, это достояние всей Европы, можно сказать. Даже не побоюсь этого слова, всего мира, потому что нету больше таких старых домов. Даже не то, что во всем мире аналогов таких старых домов нет. Есть в Скандинавии похожие дома, но у них старые не остались. У них современные дома, современные дома, такая же крыша, но они современные, а у нас они именно старые. Некоторым из этих домов точно известно, что есть 300 лет, потому что на это есть бумаги. Проводили дендрохронологический анализ. И было выявлено, что некоторым из этих домов уже 300 лет. По преданиям есть дома, которым 600 лет. Такие предания ходят. Но пока мы это еще не доказали, мы еще будем собирать материал, еще будем проводить анализы. Строение, за спасение которого сейчас взялись волонтеры, уникально сразу по нескольким параметрам. Это, можно сказать, единственный на данный момент образец классической карачаевской мельницы. До депортации, по данным историков, во всем Карачае их было 17. Мельницы, как и кварталы, в которых они располагались, в те годы были родовые. Нынешний хозяин мельницы, султан Беговолов, рассказывает, что его прапрадед получил добро на строение иконой лично от тогдашнего пристава Карачая Николая Григорьевича Петрусеевича. Мы же знаем, что время и вода ничто не жалеют, ничего не жалеют. Начало вот древесину подтачивать. Вот сейчас хотим обновить крышу, тоже из старинных досок обновить, чтобы все было оригинал. Пол обновить и сделать действующим экспонатом. Вот установили вот здесь мостик, благодаря Буташи Вазнауру, особо его хочу поблагодарить. Также хочу поблагодарить ректора КЧГУ, Узденова Таусултана, который неоднократно нам посылал помощь в виде техники, а также волонтеров. Ахмат Халкевичев, Олег Нокхожев, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкесия, Хурзук, Карачаевский район.